Всем привет! С вами Вася из Нью-Йорка. Сегодня поговорим о том, какие для меня есть плюсы в США и как она на меня повлияла. Конкретно позитивно, потому что негативно я особо не замечаю. Поехали! Первое, это то, что я здесь могу быть самим собой. В Америке людям вообще пофиг плевать, как вы выглядите, как вы одеваетесь, что на вас надето, одето. Можете вы быть в магазине, в ночнушке, в сорочке, в каске на голове. И ничего абсолютно никак это не повлияет на отношения окружающих к вам. Разумеется, если вы будете бегать голым по магазину и улюлюкать, на вас будут коситься, но шоколадку продадут, подозреваю. Так что это огромный плюс Америки. Вы можете быть самим собой. Любой цвет волос, татуировки. Так что огромный плюс Америки для меня состоит в том, что вы можете быть самим собой. Из этого у вас появится совершенно новая для вас черта характера или особенность. Вы будете более в себе уверены. Это приведет к наибольшему спокойствию. Вы станете просто спокойнее. Вы перестанете переживать, париться, что о вас подумают окружающие. Потому что вы идете и у вас там заколка как-нибудь торчит некрасиво. Или штаны заправлены куда-нибудь там плохо. Нет, вам абсолютно плевать это будет. Потому что вы в Америке, вы имеете право выглядеть иногда неопрятно. Простите, но в Магнитогорске, по-моему, иногда мусор выбрасывают женщины на каблуках и при параде. Чтобы, не дай бог, за бомжиху не приняли. Потому что всякое в жизни бывает, к сожалению. И плюс Америки для меня реально в том, что здесь люди являются людьми. И детей здесь воспитывают именно личностями. Здесь с детства детей учат тому, что они личность. Они имеют право на самовыражение. Они в жизни должны быть счастливыми. Самое главное. Ребенок должен быть счастливым и вырасти счастливым. Он должен работать там, где он хочет работать, а не там, где он обязан зарабатывать 3 копейки. И какая разница, что он там хочет. Потому что маме виднее. Мать кормить надо на старости лет. Нет, здесь ребенок должен вырасти счастливый. Ребенок должен вырасти личностью. Каждый человек – это личность. И американцы воспитываются с детства в этом. И для меня это тоже огромный плюс. Может, для кого-то это минус. Я не знаю. Но для меня это огромный плюс. И здесь детей, кстати, я видел, что не ругают. Это неплохо, нехорошо. Это просто данность. Здесь за детьми очень сильно следят. У меня детей нет, поэтому в данный момент я даже комментировать смысла не вижу. Очень много блогеров, которые имеют детей в Америке. И я не из них. Следующий плюс Америки для меня состоит в том, что любой товар вы можете вернуть в течение месяца. Даже белую обувь, которую вы носили. Даже на предпоследний день у вас ее примут. Не знаю, за какого фига это принимают. Потому что мне, например, очень жалко продавцов и владельцев бизнеса. А люди реально этим пользуются. Условия, если честно, я особо не знаю. Но я технику возвращал. Я одежду возвращал. Через 2-3 недели. Но я человек такой, у которого есть совесть. И у меня совесть не позволяет, например, носить белые кроссовки по грязи и потом это приносить. Возможно, их даже и не примут. Я не знаю. Но я знаю, что люди, которые носят эту обувь, потом ее, в принципе, сдают, если она им не подошла. В течение месяца. Но так как я человек совестливый, я даже проверять не хочу, что будет, если принести туда старые трусы. Потому что размер своей задницы я знаю. И какие мне трусы покупать, я тоже знаю. Простите меня за мою примату. Вообще, я обычно быстро выбираю себе вещи, одежду, электронику. И приношу только, если есть какая-то поломка или что-то прям совсем мне не подходит. Потом я прозрел. Но для меня это огромный плюс Америки. То, что вы придете и у вас вещь примут без проблем. И не нужно объяснять, что это такое. Почему вы вот решили передумать. Это ваше право. И оно для меня очень довольно-таки приятное. Следующий плюс Америки в том, что здесь просто огромный выбор продуктов питания. Оно всегда свежее, качественное, хорошее. Кто бы что ни кричал про ГМО, эти люди никогда в Америке не были. Те, кто кричат, что в Америке ГМО, пластик и химия, в Америке никогда не были. И слушать эти комментарии даже нет смысла. Этим людям достаточно побывать в Америке, чтобы понять, что такое американские продукты питания. И почему это колоссальная разница с Россией. К тому же, это огромное разница в доходах. Для американцев продукты питания – это не такая страшная статья расходов, как в России. Некоторые хейтеры или кремлеботы, кто это, я не знаю, мне пишут, что «Да ты и в Америке будешь только на жрачку работать. Да что ты нам тут пишешь такое? Я же знаю, у меня подруга из Америки сбежала в ужасе. Только на еду работала». Такое напишут только те, кто про Америку даже и не слышал. Либо нагло врут, либо никогда у них никого не было. Потому что в Америке продукты питания – это вообще не проблема. Даже если вы дворник. Если у вас каким-то чудом нет денег на еду, вы идете в футбанк и набираете еду там. Простите, что у меня палец был в кадре. Так что еда в Америке – это вообще не проблема. И люди выходят на совершенно иной уровень жизни, когда они понимают, что за продукты не надо так сильно переживать, как это в России. Я помню, когда я в Россию шел в магазин, даже с моей хорошей зарплатой в России, я смотрел на товары по акции. Я смотрел на клубнику зимой или на голубику. Я думал, блин, что за богатеи ее покупают. Когда я смотрел кулинарные передачи из Америки или из Канады, и там ведущая говорила, вот мне нравится зимой покупать вот эту голубику или эту клубнику вот этой фирмы. Она недорогая и вкусная. Я думаю, офигели что ли, зимой голубик, это мажоры, что там за олигархи такие? Они учат нас правильному питанию. А когда я сюда в Америку переехал, я понял, что это уровень жизни, обычных людей. И я в декабре, в январе могу пойти купить себе клубники, голубики или лобстера. В общем, короче, что хочу, то и покупаю. И так делают все люди. Ну, кроме тех, кто там, наверное, содержит родственников или лечит родственников в России. Потому что здесь в Америке реально жить, работать и помогать своим родственникам в СНГ или в России. Это тоже огромный плюс Америки. Следующий пункт. Перед законом в Америке все равны. Это не просто слова. Живя в России, я в это не верил, что есть где-то такая страна, где перед законом все равны. Здесь вы не важный чиновник или простой работяга. Вас судить будут одинаково. Поэтому в Америке очень жесткие, строгие законы. Для меня это огромный плюс. И для тех, кто привык как-то сглаживать углы, как-то договариваться по-свойски, Америка не подходит. Здесь законы жесткие. Суды здесь независимые. Суд может оспорить указ президента. Суд здесь может не принять какой-то закон. В общем, для меня это огромнейший плюс. И насчет судов здесь можно даже не переживать. Здесь с этим все по-честному. Следующий. Полиция. Полиция мне в Америке нравится намного больше. Здесь у них цель урегулировать конфликт. Прийти к вам на помощь. Как-то договориться. У них есть четкий список инструкций, по которым они действуют. Я уже с полицией сталкивался. Во время переезда меня попытались немножко обуть. И заломить цену в два раза выше. Я тогда нанял водителя грузовика небольшого с грузчиком. Мужик был из Белоруссии. Или как корректно говорить? Республика Беларусь. Вы уж меня простите. И человек попытался обмануть. И завысил цену в два раза выше. Я такой простой парень. Сначала договор не взял. Приехала полиция. Я полицию вызвал. И полиция ему объяснила, что вы не можете вписывать в договор все, что хотите, и завышать цену в два раза. Это невозможно. Так что мне полиция очень нравилась. Я с полицейскими сфоткался. И они уехали. И я остался доволен. Кстати, на День Благодарения полиция ходит, раздает индейки. А когда здесь была пандемия, все время полиция ходила и раздавала маски. Ну, по крайней мере, я говорю про Нью-Йорк. Если что, я всегда рассказываю про Нью-Йорк. Следующее. Что мне здесь нравится? Это то, что здесь экология получше, чем в России. Здесь у автомобилей стоят катализаторы. Бензин другого качества. И бензин нам у автомобиля не воняет. Кстати, обратите внимание на парковку. Это мы тут ездим с напарником. Мне очень нравится эта система. Камеры вокруг машины были на 360 градусов. Клево. Я не видел такое. Ну, может, я такой вот парень с гор Уральских спустился и никогда не видел технику. И такой, ооо, машина гибридная. Вау. Тут, кстати, очень популярны гибридные автомобили. Что интересно, мне понравилось. Я общаюсь с людьми, которые, например, работают электромеханиками по ремонту лифтов, электриками, еще кем-то. Люди на полном серьезе обсуждают, что лучше купить. Новую машину в кредит какую-нибудь хорошую. Тысяч за 50, за 60 долларов. Или за 30, что-нибудь поскромнее. Вы можете себе представить, чтобы в России электромеханик по ремонту лифтов, думал взять ему в кредит машину за 60 тысяч долларов. Или не надо. Или подешевле что-нибудь взять. Разумеется, в кредит. Но здесь переплата за кредит. Мне сегодня рассказывали. Машину люди брали за 50 тысяч долларов. В кредит переплата по кредиту за 5 лет была 2,5 тысячи долларов. Другой человек хотел брать в кредит небольшой грузовик. Не помню, как он называется. Там переплата. Грузовик стоил 70 тысяч или 60. 70, по-моему. Там переплата была 3,5 тысячи долларов за несколько лет кредита. То есть кредиты здесь настолько доступные, что их не брать. Ну, вообще смысла нет. Здесь гораздо выгоднее жить в кредит. Поэтому Америка закредитованная. Поэтому всех кредитные рейтинги. Поэтому у американцев есть много таких прикольных вещей. Потому что здесь кредит. Это все нормально. Ничего страшного. Переплата маленькая ипотека. Переплата 2-3 процента. Тоже если у вас нормальный кредитный рейтинг. Но даже у меня уже нормальный кредитный рейтинг. Который позволяет брать ипотеку или машину в такой кредит. Под такой низкий процент. Прикиньте. За 50-60 тысяч долларов переплата по кредиту за автомобиль. 2,5 тысячи долларов. Какая там переплата в России будет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я не знаю. Но я подозреваю, что там будет гораздо выше. И таких деталей очень много. Не говоря о том, что здесь везде кофе свежезаваренный. Коти сильно разбавлен. Потому что здесь его пьют литрами. И много-много других вещей. Если вам что-то интересно, пишите. С вами был Вася из Нью-Йорка. Ставьте лайк, пожалуйста. Вы мне очень поможете. Всем пока.